И мы продолжаем представлять мастеров, которые будут участвовать как спикеры на онлайн-фестивале системных расстановок Рудосвет-2023. Алла Михно, мне очень радостно говорить с серьезными уважаемыми мастерами. Расскажите, пожалуйста, о том, какой ваш мастер-класс, что там вы представите, что смогут взять для себя участники. — Мой мастер-класс называется «Перинатальные матрицы. Как стратегия нашей жизни». И вы все знаете, у нас большинство психологов, что перинатальный период — это период от зачатия до самых родов, включая роды. И, оказывается, когда я стала больше глубину копать в эту тему, оказалось, что треть нашего жизненного опыта идет именно оттуда, с перинатального периода. То есть это ученые доказали, что наш опыт, который со всю нашу жизнь сложился, одна треть — это родовой опыт, который записан на уровне ДНК, одна треть — это именно перинатальный период, и одна треть — уже то, что мы нажили. — Мы об этом периоде ничего не знаем, не помним. Наши мамы тоже не помнят, ничего не знают практически, потому что в таком состоянии женщины. Никто нам не может об этом периоде рассказать. Но, как оказывается, он на нас очень сильно влияет. Это такая маленькая мини-жизнь. От зачатия до самых родов мы проходим этот туннель, так как многие люди рассказывают, что видят клизническая смерть или какая видят свет в конце туннеля. И то есть мы все проходим по этому туннелю, видим этот свет, и потом как будто заново у нас еще одно рождение. — Знаете, я вам что скажу. Вот сегодня слова перинатальной матрицы я воспринимаю как очень основательное, серьезное. А было время, впервые я, ну да, интервью с Таниславом Грофа, классика, именно оттуда пришли эти знания. И постепенное формирование понимания значения этого периода, к сожалению, эта информация в большинстве случаев закрыта. Даже от специалистов, не говоря о том, что от большинства людей. Вы меня так порадовали. Я читала название вашего мастер-класса. Теперь, когда вижу, как вы так основательно и глубоко говорите, я рада за то, что эти знания приближаются к людям. Что же будет непосредственно на этом классе у нас? — Мы разберем все четыре матрицы. Действительно основатель этих знаний Станислав Гроф, который провел исследование. И мы перепроживем каждый период, который соответствует каждой матрице. Потому что вот эти вот четыре периода — рай, первый период, второй период — это период жертвы, когда начинаются схватки, третий — изгнание из рая, и четвертый — это символ победы и свободы. Почему захотела провести этот мастер-класс именно сейчас? Потому что, по моим ощущениям, мы сейчас все находимся в этом периоде, в этих родах. Ну, если нашу страну сравнить, да? Какой-то период мы были в раю, это первая матрица. Второй период, когда началась только война, мы были все в растерянности, выхода нет. Мы не знаем, что происходит. Нас сжимают. Мы в периоде схваток. Мы не знаем, как реагировать на события. И, по моим ощущениям, мы сейчас как раз в третьей матрице, в период вот этого туннеля, в период вот этой борьбы, нарабатывания качества, становления новой нашей самости, личности, там, где мы проходим через эти трудности, в новую же жизнь. И я очень надеюсь и жду, когда мы придем в четвертый период, вот уже свободы и победы. Поэтому очень важно прожить эти этапы. Знаете, мне хочется подчеркнуть вот эту важность, значение. В свое время, тут как раз занимаясь этими моментами, одним из таких интересных любимых упражнений было, это прохождение родовых путей. Ну, верненько, знаете, когда группа становится, колено, локтевую эту позу, да? И человек просто проползает под участниками. Вы знаете, мне понравилась, как одна женщина... То есть вспомнить невозможно, но чтобы не чисто метафорически, а чувственно. И одна женщина после такого упражнения через время написала, слушайте, говорит, вы, говорит, за буквально считанные полтора-два часа из моего мужа сделали отца, потому что он... И вот мне хочется подчеркнуть важность сегодня современному обществу углубления в знания, потому что барьер, наш барьер – это невежество. Невежество, в прямом смысле этого слова невежество. И я надеюсь, что у нас не просто на фестивале, а в стране много думающих людей, которые понимают, что лучшим инструментом для расширения своих возможностей в сегодняшнем дне – это получение знания. И вот такая тема потрясающая, которую вы заявляете, человек сможет соотнести, оказывается, схемы одинаковые. Схемы одинаковые. И, понимаете, мы в жизни проживаем какие-то стратегии, и думаем, что это мы наработали опыт. Нет, с рождения. То есть, если даже представить, что один ребенок, если он недополучает кислорода в животе у матери, он замирает и экономит. И потом мы всю жизнь каким-то событием начинаем замирать и экономить. Сохраняя эти ресурсы. Неважно, в каком контексте. Увольнение с работы или еще какие-то моменты, переживания. А кто-то борется, кто-то прям кусается, борется. Вот эти три стратегии – бей, беги, замри. И мы их, в принципе, наращиваем именно в перинатальный период. Потому что были проведены исследования на УЗИ. Смотрели, что ребенок, когда находится в экстазе, в раю, ему всего хватает, он облизывает плаценту. Но стоит не получать вот этот кислород, ему недостаток. И он начинает кусать плаценту или бить по ней ногами. Соответственно, когда мы ударяем, приливает кровью и больше кислорода. И тогда нарабатываются вот эти вот стратегии. Поэтому я считаю, конечно, важно вот это вот прожить. И самое главное, я сперва проверила на себе. Все методы, которые я внедряю своим клиентам, я сперва на себе. Ну, всегда. Я подопытный кролик, потом все, ближайшее пространство. А потом уже, и я хочу сказать, что меня сильно колбатило после прохождения то, что я вот придумала какой мастер-класс и прожила на себе. Мне хотелось на следующий день плакать. Какая-то музыка горелась. Я тяжу, у меня слезы. Читаю какое-то произведение, там какая-то история, переживания. У меня слезы. Думаю, да что ж такое на следующий день. Я понимаю, привет. И вы знаете, я хочу сейчас подчеркнуть важность этой темы вашего класса для специалистов. Смотрите, в чем. Мне потребовалось пройти длинный путь, чтобы я, например, кесареныши научилась видеть. Человек приходит, я говорю, а это матушка вас как рожала? Вы там не кесаревы? И в 99% попадаешь. Ну, это все буквально опытным путем. В прямом смысле этого слова. Когда вдруг начинаешь понимать. Ну, как, как для психолога. Ну, я же не родилась психологом, ты до психологии работала долго в другой сфере, да? Смотрите, я никак не могла понять, почему врачи, невропатологи спрашивают, а у вас не стремительные роды были? И вот смотрите, вот, все моменты, стремительные роды, кесарево сечение, любые какие-то. И получается, что сегодня, неся вот эти знания людям, скольких мам можно спасти от ненужных мучений? От ненужных страхов. И самое главное, когда эти знания приходят к специалистам, то ерунды из серии, когда гинеколог себе позволяет. Вот клиентка приходит и говорит, мне гинеколог сказал, ну, проблем там на себя придумают. Мне гинеколог сказал, я не принимаю своей беременности. У меня сразу распадает. Думаю, поиграла гинеколог-психолога. Посеяла у мамы тревогу. Ну, ладно, подкорректируем. А вот те знания, которые поднимать, вот вы сейчас говорите, просто эти знания, я уверена, даже участникам мастер-класса, могут сказать, а, ну, понятно, что ж я хотел. У меня же там вот так было, да? Ну, вот, значит, нормально, что у меня сейчас вот так происходит. Я уверена, что для психики вот эти вот понимания, расширения знаний, о важности вот этих моментах. Вернуть энергию, которую мы оставили в тех процессах. Для того, чтобы, если у меня есть такая стратегия, научилась в ней жить и выживать, и наше суперэго берет это как инструмент, я буду только теперь экономить, я буду только теперь замирать. Я о себе рассказываю, да? Вот, то наработать новый B или B-E, ну, это тяжело. А когда ты начинаешь с первого файла, это намного легче сделать. Намного. Когда ты понимаешь первопричину и думаешь, так, я же могу теперь и по-другому. Ну, то есть, я же уже не в животе у мамы. Понимаете, нас с вами поймут люди, которые с полевой работой уже достаточно плотно сталкиваются и знают, как она работает. В чем феномен-то? Вот я не знаю, как она работает. Да, я вот всегда поражаюсь. Как ребеночек этот маленький в животе у мамы берет на себя чувство вины, за мамин токсикоз. Как мы берем чувство вины за мамин состояние и страдания во время родов, присоединяемся к этим процессам, стараемся что-то прожить потом так же. Или берем на себя программу, мама, ты меня в таких муках рожала, теперь я всю жизнь буду тебе посвящу свою жизнь, буду тебя обслуживать, да? Буду сирой. Это такое, вы знаете, вот большое поле чудес, на котором копай, не копай, но всегда вот эти какие-то деревья, которые мы ждем, этих золотых, да, они не вырастают. Надо вот нам более глубоко заходить вот в полевые работы, чтобы видеть это и подымать. Аллочка, я правильно понимаю, что вот на мастер-классе, в принципе, любой же человек проходил эти этапы, правда? Да. Поэтому на мастер-классе абсолютно каждый может проникнуться и возгореть с желанием вот даже дальше сотрудничать с вами, как со специалистом, чтобы проработать какие-то детали через прикосновения, через убирание заторов энергетических, которые возникли еще вот в какой-то тот период. Круто. Итак, еще раз, как будет называться ваш мастер-класс? Прямо закрепим. Перинатальные матрицы как стратегия нашей жизни. И перевод на язык, доступный для понимания. Схемы, которые закладывались в период беременности вашей мамы, через которые вы проходили, красными ниточками проходят через все ваши гораздо и не гораздо вашей жизни. Хотите узнать, как меньше переживать? Вперед на мастер-класс. Узнавайте. Узнать, понимаете? Узнать это... Важно, чтобы это более лайтово происходило, более мягко. Я вообще, когда запросы беру у своих клиентов, это слово узнать, понять, я сразу говорю, стоп, что ты хочешь конкретно? Опа! Жму крепко рук. Да, потому что узнать, понять, ну, знаю я, что у меня там это потому-что, потому-что, что у мамы было плохое настроение на такой-то неделе беременности. Как мне это поможет? Важно не вот этого пойти, а именно то, что я хочу. Я хочу наработать новую стратегию, я хочу бороться, я хочу научиться терпению, я хочу научиться проходить это так-то, я хочу перестать себя винить и чувствовать свои жизни на своем месте. Вот это главное. Вот для меня вот это вот показатель. Слушайте, я вот прям сейчас записать каждое вот это вот «я хочу», это уже прям выстраиваться в очередь и прорабатывать каждое «хочу». Это здесь у каждого, практически, наверное, у каждого человека. Алла, я очень благодарна, что состоялся этот разговор. И тогда до встречи на фестивале «Родосвет» 2003. До встречи. Я помню ваши слова, для меня это важно сказать на какой-то вашем мастер-классе, слова, что для расстановщиков будущих. Не бывает плохих расстановщиков, не бывает плохих расстановок. Есть то, к чему готов клиент. Насколько раскрылось поле, настолько клиент готов получить. Для меня одно время, вы знаете, это было именно таким девизом. Когда я в поле, я не понимаю, что происходит. Так, сразу мантру включаю. Плохих расстановок не бывает. Это то, к чему готов клиент. Сразу раз напряжение падает, и поле начинает что-то раскрывать, раскрывать, раскрывать. Так что каждый, насколько готов, я думаю, что на этом фестивале. Я его жду с предвкушением, потому что я знаю, насколько это ресурсно. Это как будто какая-то, вы знаете, консенсация. Вот ты смотришь программу, думаешь, эта тема не моя, это не моя, это не моя. Но побыть в поле больших мастеров, соприкоснуться с коллегами, которые приносят свою энергию, приносят что-то свое, какой-то контекст. У тебя начинается, вот я говорю, у меня мурашки побежали. Аналогично. У тебя начинаются сразу какие-то инсайты. Ты побыл в этом поле, у тебя что-то произошло на энергетическом уровне, и ты, так вот он какой северный олень. У меня есть новый проект, а вот так-то, ну, то есть, и это не плагиат, это о том, что у тебя включается твое творчество, потому что ты побыл в этом поле, в этой синергии. Это круто, поэтому жду, буду рада всех видеть, сама буду бегать, куда только успею. Спасибо большое, что нашли время. До встречи на фестивале. До встречи, до свидания.